Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Что такое фацелия, зачем она нужна и как ее посеять, я вам расскажу сегодня. Фацелия это однолетнее растение из семейства водолисниковых. Фацелия бывает разных видов, но чаще всего как седеративную культуру у нас выращивают фацелию пижмолистную. Это растение, которое имеет высоту до метра, имеет разветвленный стебель с ответвлениями. Цветы у фацелий мелкие, фиолетовые или синие, собраны в небольшие соцветия в метелке. Цветение длится около месяца. Фацелия зацветает после всходов через полтора-два месяца. Чем же полезна фацелия? Фацелия очень хорошо влияет на структуру почвы, делают ее рыхлой, плодородной и легкой. Фацелия обогащает почву азотом, калием, а также снижает кислотность почвы. Также фацелия очень хорошо выводит сорную траву на участке. Она обладает гербицидными свойствами, а значит подавляет рост сорняков. Но самое главное достоинство фацелии в том, что она не имеет никаких общих заболеваний и вредителей с другими огородными культурами. Например, та же масочная редька, либо белая горчица, которые мы по привычке высеваем у себя на участках как седеративные культуры, могут негативно влиять на некоторые огородные растения. Например, если мы высеваем белую горчицу, то на таких участках уже нельзя высаживать капусту, редьку, редиску, либо другие крестоцветные, потому что данные культуры имеют общие заболевания и вредителей. Фацелия является холодостойкой культурой, а значит не боится низких температур. Фацелию можно высевать с ранней весны до поздней осени. Как только почва оттает, подсохнет, можно приступать к посеву. За сезон один и тот же участок можно засеять фацелии несколько раз с последующей заделкой фацелии в почву. Фацелии очень быстро наращивают вегетативную массу. Убирают ее, скашивают для заделки в почву в тот период, когда она начинает только зацветать. Но не следует заделывать фацелию в почву сразу же в свежем виде. Траву нужно немножко подсушить, подвялить и только после этого заделать почву. Дело в том, если мы будем заделать фацелию, в принципе, как и любые другие сидораты, в свежем виде в почву, может идти процесс подкисления почвы, а также происходить гнилостные процессы. Например, в условиях Беларуси посев фацелии можно проводить уже в конце апреля, как только установится хорошая погода. Через полтора-два месяца, когда фацелия начнет зацветать, мы ее скосим и заделываем по технологии в почву. Данный участок опять же засеем второй раз фацелией. Но особое внимание нужно придать последнему посеву фацелии осенью. Если в первых двух случаях мы заделывали фацелию в почву, обогащали почву органикой, то последний раз мы не будем заделывать вегетативную массу в почву. Мы не будем косить фацелию. Ее нужно оставить на всю зиму на грядках. Для чего это делается? Растительные остатки фацелии не скошены. Она будет задерживать снег зимой, значит весной будет в почве больше влаги, а еще имея такие стержневидные корни, фацелия будет насыщать почву воздухом, будет ее структурировать, а значит почва будет легкой. Весной как только сойдет снег, подсухнет почва, достаточно фацелию сгребсти граблями, подрыхлить почву и приступить к посадке грядок. Фацелию можно сеять не только весной, но и осенью, так же как и озимую рожь. Сходы фацели уйдут под снег на зиму, а весной быстро пойдут в рост. И уже к моменту посадки грядок в начале мая нарастет хорошая зеленая масса, которую можно скосить, заделать в почву. Такой способ повлияет хорошо на плодородие почвы, так как заменит внесение навоза. Семена фацелии можно приобрести в любом садовом магазине и стоят они весьма недорого. За такой пакетик 200 грамм я отдал 3,5 белорусских рубля. В российских рублях это примерно 100 рублей. Нужно сказать, что семян здесь очень много, потому что они мелкие. И такого пакета в 200 грамм хватает, чтобы засеять целую сотку земли. Так как семена фацелии очень мелкие, лучше их перед посевом смешать с песком. Пакет в 200 грамм смешиваем с 5 литрами песка. Зачем это нужно делать? Дело в том, что семена темные и их не видно на поверхности почвы. Также они легкие и их можно сносить ветром. Если мы смешиваем их с песком, то распределяя по поверхности темной почвы, мы будем видеть, где упали семена и не будет на участке никаких проплешин. Это что касается сидеративных свойств фацелии. Однако фацелий не только отличный сидерат, но еще и медонос. Данная культура незаменима для тех, кто занимается челами, для тех, кто занимается производством меда. Если вы высеваете фацелию для этих целей, то ее не нужно скашивать в начале цветения. Разумно, что фацелия должна цвести и пчелы будут собирать с нее нужный нектар. После того, как фацелия отцветет, ее можно просто скосить, а можно собрать семена. Как понять, когда семена готовы? Когда метелочки потемнеют, семенные коробочки станут темно-коричневыми. Колоски можно срезать секатором, либо серпом, просушить под навесом в тени, а затем обмолотить семена и получить собственный семенной материал для посева. Нужно сказать, что фацелию можно выращивать не только как основной сидерат на площадях, но и высевать в огороде между рядами овощных культур. Особенно благотворно такое соседство скажется на росте корнеплодов. Ведь корни фацелии хорошо обогащают почву воздухом, делают ее более рыхлой. Корнеплодам это крайне нравится, а значит и урожайность повысится. Фацелия имеет очень нарядный вид во время цветения, а значит ее можно выращивать и как декоративную культуру. Если у вас есть какие-либо цветники, и там есть пустующие участки, нету рассады цветов, которые можно высадить на данных участках цветниках, можно легко посеять фацелию. Она очень нарядная, красивая и привлекает бабочек и шмелей в наш сад. Еще одно свойство фацелии, о котором немногие знают. Фацелия является отличной кормовой культурой. Кто-то живет на даче весь сезон, кто-то живет в деревне постоянно, и многие держат свое приусадебное хозяйство. Это могут быть кролики, козы, либо даже корова. Фацелия будет полезна и в этом случае, ведь она является хорошим кормом для животных. Всем рекомендую посеять такой отличный сидорат фацелия, и почва у вас будет легкая как пух. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова